Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Сейчас в Чикаго 1 часов 30 минут дня утра на западном побережье, в Калифорнии 9.30, в Нью-Йорке и Вашингтоне 12.30, ну и 19.30 в Москве и как раз Москва у нас и на связи. Ну и как мы предполагали, так у нас не получилось. Эта новость, скажем так, есть две новости. Эта новость, я не скажу, что плохая, она не, допустим, хорошая, но есть у нас и хорошая новость. То есть вместо выбавшей из игры Василины Мескевич по техническим причинам, у нас замена, так сказать, на астрологическом поле. В эфире Андрей Бухарин, астролог и руководитель астрологической школы. И сегодня у нас внеочередная встреча, вообще-то говоря, с Андреем, потому что поступили очень много к нам заявок и вопросов продолжить тему Пушкина. Вызвало это интерес, поскольку Пушкин, ну как мы знаем, программа на самом, я имею в виду, фигура, она очень и очень, ну, оказывается, мы не все знаем, тому, чему нас учили в школе, о том, что дядя самых честных правил. Вот, и речь шла как раз-таки о дяде, и это было обыграно, потому что это не просто так взялось. Его дядя одолжил у него, у Пушкина, молодого Пушкина еще, там, скажем, тинейджер одолжил у него деньги и не отдал. Поэтому он и отразил это Евгений Нейкин, сказал, мой дядя самых честных правил. Но на самом деле это просто так было, так скажем, обыграно. Это версия, повторяю. И мы все знаем о том, что это великий русский писатель, это великий русский поэт. Никто этого не отрицает. Он сделал просто невероятный вклад. И во всем мире, естественно, это все знают и понимают. Но, как всегда, существует обратная сторона медали. Вот есть высшие аспекты, есть низшие аспекты. Вот высшие аспекты – это то, что все мы знаем. А вот низшие аспекты, скажем, какие-то такие, о которых, скажем так, многие умалчивают, но кое-где встречается. Андрей, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сангейт-радио. Да. Ну, давайте мы все-таки завершим тему, пушкинскую тему завершим. И перейдем к таким вещам, которые, ну, скажем так, не очень-то прилеты в нашем обществе, поскольку, ну, так сказать, вещи не афишируемые. Давайте, Андрей, вам слово-то сказать, завершим вот эту вот пушкинскую эпопею. Ну, во-первых, это очень здорово, что народ интересуется такими, скажем так, высокими идеалами, как Александр Сергеевич Пушкин. Значит, скажу так, не все потеряно. Общество, значит, не будет полностью наше на земле здесь какими-то, какие-то неевомерные катаклизмы. Деградировать, да? Да, потому что... Надежда есть. Надежда есть. Да, я вот тоже хочу отметить, что это очень здорово, что мы с вами разговариваем об Александре Сергеевич Пушкине. Это, кстати, реально приятный такой факт. И очень хорошо, что народ, скажем так, требует продолжения банкета. Ну да. Потом мы плавно перейдем к Михаилу Юрьевичу, если будет время, конечно. Вдруг мы сегодня не успеем. Давайте уже отдадим должное Александру Сергеевичу. Давайте отдадим ему должное, действительно. Ну я бы хотел сегодня затронуть именно раздел астропсихологии. То есть, если мы в прошлый раз затрагивали событийный срез, и используя астрологические техники, мы искали подтверждение либо неподтверждение тех трех версий, которые имеют место быть с его смертью, или по смерти им, то сейчас я бы хотел более подробно остановиться на астропсихологическом таком аспекте. То есть, именно какой был Александр Сергеевич Пушкин на самом деле. Почему вот астрология, немножко такое вступление, скажем, она в этом плане, эта наука, ну вот, просто опережает на голову либо, ну вот, именно стандартную психологию, астропсихологию. Потому что, например, любой практикующий психолог ничего не может сделать, помочь, либо поставить диагноз каких-то проблем своему клиенту, пока физический клиент не пройдет некие психологические тесты. Ну, там, отвечает на вопросы, и психолог уже смотрит, так, вот здесь проблема, либо здесь проблема. А вот просто так, по дате рождения, не зная, то есть, человек жил там столько-то лет назад, столетий, мы можем нарисовать его психологический портрет. И более, можно узнать такие тонкости души, как таланты, таланты, ну, у Александра Сергеевича, скажем, талант известный до сих пор какой был, да, а также проблемы, которые мучили его, психологические комплексы неполноценности, которые у него наличествовали, и они были мотивами его тех или иных поступков в жизни, тех или иных событий. И вот об этом я вот как раз предлагаю сейчас пообщаться, и на вооружение мы возьмем техники, которые я использую в своей астрологической школе, они, расчет ядра космограммы сначала начнем, и там можно просто по дате рождения, исходя из того, что в какой полусфере находится большая часть планет, в какой секторе космограммы находятся, скажем, выделены они, либо более, либо менее выделены, мы можем дать некие описания психологические. И вот я хотел бы поделиться. Кстати, я могу эти скриншоты после передачи выложить, собственно, там, в Фейсбуке, и любой желающий может ознакомиться с этим. Давайте, вы мне их пришлите, а я попробую их включить в нашу программу, которая будет обрабатываться в видеоформате. Ну, давайте чуть попозже, когда мы закончим, чтобы время не занимать эфирное. Значит, я не буду, скажем, астрологические, скажем, именно объяснения давать, я буду как бы уже выводы озвучивать здесь. В формате передачи, наверное, это главное будет, чтобы экономить время. Ну, у него из двух, первый показатель, показатель личности, то есть, если оцифровать в процентное соотношение коллективизм и индивидуализм, к чему он склонен был, то у него соотношение 14% на 86%. То есть, он был индивидуалом на 86%. Ну, в общем-то, жизнь это и показала, да, то есть, у него творчество было индивидуально, а не коллективно. По жизненной позиции, которая описывает, скажем, такие показатели, жизнь для себя или жизнь для других, у него, в принципе, были равные показатели. То есть, он одновременно был, у него, скажем так, одновременно были приблизительно одинаковые показатели эгоизма и альтруизма. То есть, перегибов таких вот в одну крайность, где он там жил, в лепёшку расшибался во имя других, либо супер эгоистом был и тянул одеяло на себя, тоже нельзя сказать. То есть, в этом плане он гармоничный человек был. Характер. Характер его описывает преобладание той или иной водной стихии. Но вот здесь интересный момент возникает. Насколько мне известно, современники, либо те, кто причисляет к этому, описывают себя, говорят, что Пушкин был вспыльчивым человеком. Вы меня поправьте. Вроде такого холерического темперамента. Ну, если он такое количество раз дрался на дуэлях, так, наверное, не просто так это бывает. Вот. А у него астрологически описывается, что психологически у него преобладает стихия воды, и он больше меланхолик. То есть, он больше был вот этим таким, находился, возможно, в каких-то душевных муках, либо в душевных переживаниях глубоких. То есть, очень человек был таким внутренней жизненасыщенной такой. То есть, у него там бурлили внутри его страсти, его какие-то переживания, фантазии. Потому что любой писатель, ему чтобы, ну или поэт, ему чтобы творить, ему надо очень сильно душевно страдать. Понимаете? Тогда вот этот накал эмоциональный, он вырывается вот в такой вот именно словесную форму, обрекается в такую, которую ну вот там все видно. То есть, не пресной формы такой, а именно насыщенной вот именно его стихии там. То есть, это должен быть напор такой. Хотя, это я сейчас рассматриваю только космограмму, потому что гороскоп, а гороскоп это надо еще сетку домов использовать. Большие вопросы, то есть, еще присутствуют в астрологическом сообществе, когда, в какое время он на самом деле родился. Вот поэтому пока, чтобы не делать таких выводов по гороскопу, я только по космограмме. То есть, с тем, что он пришел в нашу жизнь. А стратегия поведения у него преобладает кардинальный крест, это стратегия активного такого деятельного человека. А по мировоззрению он был творец-организатор. То есть, ему надо, то есть, он к тому типу людей походил, которые на пустом месте могли, скажем так, пни выкорчевать и создать поле, которое спахать надо и там посеять, допустим, пшеницу. Но вот уже регулярно сеять там пшеницу, то есть, поддерживать уже на готовом, у него мало показателей было. То есть, он именно такой вот, деятельность такая была, что все время надо было лбом что-то прошибать. И он искал как бы проблемы себе вот по жизни, чтобы везде где-то надо быть первопроходцем. У него максимальные показатели на важные события в жизни как раз соответствуют его жизни. То есть, это первые две четверти до 42 лет, что, собственно, так и произошло. То есть, максимально насыщенная жизнь событиями была. По комбинации стихий, выделенных гуманитарий или логик, то есть, либо эмоциональность преобладала, либо рациональность, он гуманитарий, ну, ненамного, там, 58% на 42%. По профориентации, какой физический труд или умственный ему способствует, ну, понятно, что по этот умственный труд, но здесь тоже есть показатель 74%, то есть, человек действительно был незаварядного ума. А вот интересные качества, простота, хитрость, которые тоже рассчитываются по этому. Оказывается, Александр Сергеевич Пушкин был отнюдь непростым человеком. У него простоты было всего 27%, и 73% было хитрости. То есть, он был, я скажу так, хорошим манипулятором, интриганом и таким политиком. Вот именно у него политическая такая, знаете, ну, как вот, для хорошего политика, да, то есть, хороший политик всегда никогда не скажет там, ну, как-то... То есть, он всегда, знаете, то есть, он мог хорошим быть таким подковерным кардиналом, мог быть, то есть, у него, ну, хорошие показатели на это. Это также показатели, соответственно, сильной интуиции. Ну, вот это объяснение по такому беглому анализу ядра космограммы, а можно дальше рассматривать, если мы перейдем в более глубокий срез наличия, какие проблемы его мучили, то есть, именно психологические комплексы и полноценности, которые у него присутствуют. Я хотел бы сначала сказать, что они бывают двух таких типов или видов, как это сказать. Врожденные и приобретенные. Врожденные это благодаря, ну, в астрологической традиции считается, что это благодаря, скажем, каким-то тем или иным достижениям в прошлых жизнях, то есть, когда натив ну, что-то либо хорошо в руки по жизни там заканчивал, либо не очень, поэтому он в этой жизни имеет положение в знаке планеты. Если планета находится в хорошем положении, то это один из показателей талантов, а если она находится в ущербном положении, то это один из показателей как раз психологических комплексов. И еще хочу сказать именно по комплексам то, что это такая проблема, которая, если человек не хочет, не набирается мужества ее решать, не хочет, ну, первый шаг это осознать, признаться себе, что да, у меня есть такая проблема. Знаете, чем-то похоже, вот, например, на алкоголизм, когда алкоголик, ну, вот любой алкоголик, который не осознает, что он алкоголик... Никогда не признает этого, да? Да более, он говорит, что я-то в любой момент могу бросить, но я не хочу. Вот что, да. То есть, они как бы, они оберегают этот комплекс, как, знаете, как грудного ребенка. Он волю воспитывает. Ну, да, можно так. Хотя это трагедия в семьях таких волевых людей сильно возникает. И вот проблема вот с этим, что первый шаг осознания этого. А потом уже человек начинает уже его, скажем так, решать эту проблему. И второй комплекс – это приобретенные. То есть, события жизни, которые, скажем так, прогибают нас как-то вот своими внешними влияниями, вызывают у нас либо благоприятные события, либо уверенность в себе, да? Там, вот, я уверен в себе, у меня все получается. Хотя заслуги в этом человека нет. Это просто такой план на жизнь у него, что у него, допустим, ну, по деньгам ему просто все скатывается к нему. А, допустим, в секторе детей у него проблемы. Таких полно примеров, где очень богатые люди бездетные, например, одновременно. Либо наоборот, там бывают другие показатели. Это к тому, что я говорю, что это не заслуга столько человека, сколько некая такая фатальная программа, где независимо от того, умный ты или не очень, как бы, деньги, наличие денег не показатель, скажем, корреляции, графика ума. Это далеко не всегда так. Вот. Но я ни в коем случае не хочу оправдывать ленивых людей, я просто говорю, что вот именно это не всегда так сочетается. Так вот, именно события, которые описывает сетка домов, а мы, к сожалению, сейчас не сможем рассмотреть, потому что я уже сказал, что по времени рождения много вопросов к Александру Сергеевичу Пушкину, то по аспектам мы можем рассмотреть, какие были между планетами у него аспекты, и они тоже дают, формируют именно приобретенные, скажем таки, комплексы неполноценности, которые были моторами, скажем таки. Ну и вот я хотел бы на них сейчас остановиться более подробно. Скажем так, из тех, которые комплексов неполноценности у него были по рождению, это положение у него Юпитера в Близнецах. Это один из показателей того, что комплекс или недо, или пере по отношению к себе. То есть человек неадекватно относился к себе, к своему, скажем так, авторитету. То есть он либо мог недооценивать себя, либо наоборот, излишне переоценивал. И это вызывало какие-то те или иные муки, потому что где-то мало, скажем так, свое творчество он там как-то мог обменять на какие-то блага. Где-то, наоборот, не получалось, например, потому что он слишком высокую цену за это, например, просил. Ну я, к примеру, такой параллель делаю. А есть еще показатели у него комплекса неполноценности Сатурна в раке. То есть это вот проблемы именно такого душевного характера, то есть как раз проблем эмоционального средства. Вообще он был душевно ранимым человеком очень. У него вот Луна с Марсом в соединении в раке. То есть это человек, который действительно болезненно реагировал на всевозможные, ну скажем таки, колкости, если кто-то в его адрес там отбрасывал и так далее. Критику. А критика, это, кстати, Юпитер, который был пораженный Юпитер, потому что это комплекс «я великий», если так кратко. Но он действительно великий человек. Но, понимаете, если бы Юпитер был в нормальном положении, то он бы относился к этому. Да, я видел, как это. Здравствуйте, здравствуйте, вы кто? Я царь. Я просто царь, помните? Ну да. Иван Васильевич меняет профессию. То есть там Юпитер нормальный. Какая-то данность. Да, у того царя Юпитер явно там в стрельце был, например. Он относился, ну нормально, да, царь, ну царь что-то вот такого. А здесь вот именно такой, что такое комплекс неполноценности юпитерианские, особенно в близнецах? Это когда человеку кажется, именно кажется, то есть окружение вообще это не, ну ему кажется, что кто-то хочет стать круче его, скажем так, более талантливым, чем он. Ну, например, вот. И это гложет у человека, то есть он думает, а, вот допустим, выступает где-то, ну, например, там в лице где-то он выступал с кем-то, и вот его же одноклассники, да, там, или как однокурсники, если кто-то, кому-то ставили хорошую оценку, то очень вероятно, что Александр Сергеевич Пушкин очень страдал от этого. Именно потому, что как бы не его признали, а признали вот другого человека больше. Но это был, с другой стороны, мотор стать лучше, лучшим, понимаете? Мотив, скажем так, вот. И у него, так как Юпитер, если мы его будем рассматривать, он, помимо прочего, еще имеет поражение от Плутона аспектом 90 градусов, то это говорит о том, что эти люди часто имеют скандально широкую, во-первых, известность, ну, широкую известность имеем. А так как квадратура, то это, она такого скандального характера. И, в общем-то, если вот вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, то вспоминают его, ну, все время по каким-то том, то он там, насколько я помню, там в Одессе какая-то была интрига, там, графа, как его, Воронцова вроде бы, да, там, с женой что-то. Ну, тоже вот идешь, там, достопримечательность вот связана с этим. Не с тем, что он тут написал, там, например, роман, там, Руслана Людмила, там, или что-то другое, там, творение какое-то. А именно вот такого характера. То есть, именно где он что-то там стрелялся с кем-то, где влюблялся в кого-то, вот он там еще с этим, он ли Александр Дюма или не он Александр Дюма. То есть, вот такого уровня... Да и с Дантесом, в общем-то, не все так просто. Все-таки одна из сестер была женой Дантеса, которую он соблазнил, пишет так. Ну, вот видите, кстати, возвращаясь к Александре Дюма, там же этот, еще есть узник замка Ив, там, да, если вспомнить, там же был... Ну, только там, да, там был Эдмон Дантес. Эдмон Дантес, который... Да, тоже Дантес, да, это правда, это действительно совпадение вдруг, да. Почему это... То есть, он там к нему относится как к спасителю, который... Ну, если версия такая, что он все-таки стал... Туда, знаете, вот, Александром Дюмой стал, да, то тогда это можно... Как бы он здесь... Ему дань отдал, что благодаря этому якобы дуэли он, как бы там, ну, скажем, закончилась его одна жизнь в России, началась во Франции. Но, опять же, это версия. То есть, мы не следователи, мы просто говорим, как бы... И я, как бы, объявляю еще одну, скажем так, пункт такой, по которому эта версия имеет право жить. То есть, почему люди говорят, ну, все-таки есть же что-то даже там подозрительное такое все время, всплывают такие мотивы. Вот. И еще вот этот квадрат Юпитера-Плутон, если возвращаясь к теме астропсихологии, эти люди часто, знаете, такое имеет презрение к смерти. То есть, они играют с ней в прятки. Даже не в прятки, а вот такой, как бы, вызов, ну, попробуй, типа, убей меня. Знаете, вот такие вот, как бы, персонажи есть. И им до поры, до времени это сходит с рук. А потом, да, потом не сходит. Но у него и заходящий узел Скорпионе, как я уже говорил, то есть, по заходящему узлу, это так же люди тяготеют к такому вот проявлению. Но диспозитор заходящего узла Плутон, пораженный вот этим Юпитером, то есть, с завышенным самооценкой, потому что любой пораженный Юпитер, он дает завышенное самомнение, завышенную самооценку, шаткозакидательские такие настроения. Либо наоборот, другая крайность, недооценка себя. То есть, я никто, я ничто, звать меня никак. То есть, вот это юпитерианские такие крайности. Это, кстати, вот комплекс неполноценства, но он при этом дает, во-первых, популярность и желание, как бы, сказать, что нет, я достоин великого будущего какого-то, да, и действительно, то есть, вот эта ненормальная планета, она как бы его тормошит, чтобы он творил, творил, потому что она, в общем-то, в соединении с Солнцем. А это один из показателей очень известных людей Солнца в соединении с Юпитером. В близнецах, да, то есть, писатель, ну, поэт, то есть, человек умственного такого труда, ну, например, вот так сразу навскидку могу сказать, кто еще такой был соединение Солнца с Юпитером. Владимир Стеменович Высоцкий, например, имел. Ну, уровень людей, да, вот эти, которые вот именно такие известны по судьбе, то есть, у них есть вот такое соединение, все, они становятся известными, знаменитыми, потому что Юпитер – это планета популярности, известности такой, авторитета, роста такого. Есть еще у него проблема с Солнышком. Солнышко у него, помимо соединения с этим пораженным Юпитером, она имеет еще квадрат к Урану. Ну, квадратура, она, любая квадратура, читается как конфликт. Что такое Уран? Уран – это водолейская тема. Это тема свободы, независимости, это сверхинтеллект, кстати, потому что Уран – это высший Меркурий. И это давало дополнительные умственные способности, но при этом, опять же, скантального характера. То есть, это… Я могу провести аналогию, допустим, просто от себя, так скажем, немного, зная, допустим, какую-то восточную астрологию, там, нумерологию. Если мы говорим об Уране, то это северный узел, правильно, Луны? Нет, у него восходящий узел в Тельце. Восходящий узел, да. А у него северный узел в Тельце. То есть, абсолютно точное совпадение. С другой стороны, какие-то такие просто совершенно противоположные вещи, когда человек действует, как будто в него вселяется, ну, что ли, дьявол, демон какой-то. По сути дела, Раху и Кету – это как раз-таки голова и туловище демонических планет. То есть, это Уран и Нептун. Но вот мы сейчас говорим о Уране, так это как раз этому и соответствует. Ну, вот здесь много, кстати, можно сказать про эту квадратуру. Например, она давала капризность и эксцентричность ему поведению. И человек, как правило, с таким показателем часто очень необычные, одаренные люди, между прочим. Да. Но опять же, скандально как-то одаренные, скандально необычные. А как правило, эти люди ставят свою свободу и независимость выше, скажем, жизненных ситуаций. И, между прочим, то есть, эгоистичное такое проявление, что вот именно по независимости, что как бы другим, как бы тогда они могут относиться к другим, ну, скажем, мне неинтересно мнение других именно в вопросах независимости, когда они касались. И вот таким людям, кстати, трудно приспособиться к порядку дисциплины, между прочим, когда Уран вот в квадрате к Солнцу. Потому что планета Уран, это планета, скажем, такой анархичность давала человеку. Такой какой-то сбалмошность, может быть, такой какой-то внезапность действий его и поступков. Ну, его поведение, вообще-то говоря, в обществе было притчевоязыцах, поскольку его действительно скандальный характер, его постоянные интриги, его постоянные разгульные какие-то вечеринки. Они... Вот это была та сторона, та изнанка, о которой, в общем-то, немногие знают, поскольку, чё ж, это же великий русский, так сказать, человек, да, писатель, поэт. Конечно, об этом говорить не принято, но вот, тем не менее, это было. Андрей, у нас остаётся несколько, там, ну, может, минут 10, допустим, да? Скажите, вот, мы обозначили как астропсихология, если у вас есть что-то ещё сказать, чтобы завершить Пушкиниаду, если можно так выразиться, давайте, если... Ну, давайте, я буду кратким, постараюсь сейчас, я просто сделал акцент на Солнце в квадрате к Урану, хотя это, кстати, очень важный у него аспект, он давал, опять же, комплекс, скажем так, неполноценности, если так кратко выразиться, свободу попугаям, да, из известного мультфильма, в общем, такого рода, то есть, как будто его кто-то лишал ограничений, да, и он стремился как бы разорвать эти цепи и вот показать, какой он свободный человек, хотя никто, допустим, не старался его ограничить. Вот комплекс, кстати, в этом и заключается, что на самом деле у человека вот здесь в голове какие-то вот мысли, которые не соответствуют действительности. И это, кстати, давалось отчаянно, вот выдержки не хватало, нервные срывы и иррациональные поступки. И, кстати, именно вот этот показатель, в том числе событий, надавал то, что окружающие очень сильно раздражались его проявлением нетрадиционности, вызывающей нетрадиционности. Понимаете, то есть, он этим как-то их, ну, скажем так, драконил, да, то есть, как бы вот провоцировал ненормальную реакцию на себя. Ну, вот, в принципе, еще плюс эта изобретательность дает и работу в одиночестве вот в таком. Ну, это, мы сегодня, опять же, крайне, то есть, этот психологический комплекс неполноценности озвучили, у него есть полно еще достоинств всевозможных, которые, может быть, в другой раз обсудим когда-нибудь внезапно. Другой раз, кстати, у нас не за горами, другой раз у нас уже будет совсем скоро, мы, конечно, будем это объявлять, поэтому, дорогие друзья, наши радиослушатели, уважаемые и телеинтернет-зрители, YouTube-зрители, вы следите за нашими, скажем так, адвертайзментами, да, за нашими объявлениями по-русски, это вы можете сделать на тройной W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это в Facebook у нас есть, и на YouTube sungatesradio вы нас найдете, можете подписываться на канал и получать, так сказать, сразу программы, которые сразу же будут выходить. И следующая наша программа будет совсем скоро, и мы будем говорить об очень интересных вещах, я даже не буду сейчас упоминать о чем эта интрига, так скажем. Для тех, кто нас слушает, я и кто не подключились с момента нашего начала, я хочу сказать, что это была замена, вынужденная замена по техническим причинам. Василий Номицкевич, астролог, не смогла выйти сегодня в эфир, но обязательно в ближайшее время она появится опять. А вот, так сказать, любезно согласился Андрей Бухарин, ну, тем более, что у нас была незаконченная тема с Пушкиным. Вот, к Лермонтову мы еще не подошли, поэтому это будет в следующих наших программах. Скажите, ну, буквально там у нас остается там какое-то время, что бы вы еще хотели, допустим, по астропсихологии сказать, о чем мы могли бы вообще говорить в этом направлении. Я хотел бы как раз подвести такой эпилог, сказать, что не следует идеализировать великих людей и думать, что они какие-то были там по всем сферам жизни, они были, ну, скажем, античными какими-то героями, знаете, там, которые там 12 подвигов совершали и так далее. Хотя 12 подвигов – это 12 мистерий знаков зодиака, тут тоже есть вещи такие уникальные. Но тем не менее, то есть Александр Сергеевич Пушкин, он при том, при всем, что он был, какие-то имел там комплексы неполноценности, какие-то косяки, скажем, по жизни где-то делал там, он был гениальной личностью, действительно высочайшего уровня, и мы, и он запомнился, скажем, оставил труды после себя, вот именно эти высокие. И независимо от того, ну, вот эти, кстати, его проявления комплекса неполноценности, они как бы хвостом идут вот этой тенью там, если копнуть, а вот, оказывается, Александр Сергеевич какой был. Но великая личность творческая, она всегда имеет какой-то пунктик. То есть я хочу даже больше, как у меня один знакомый астролог сказал, говорит, что все гениальные люди, они психи, говорит, знаешь. Вот, ну, я так, это не моя аточка зрения, но вот, ну, нечто около этого, потому что человек соприкасается с влиянием высоких планет, а эта энергия высоких планет, она дает, скажем, такую, ну, некую ненормальность. Потому что, когда человек заглядывает за горизонт, там, событий, либо в прошлое, как Александр Сергеевич, извините, у него много сказок связанных, вот, кстати, знак рака выражен, у него с прошлым. Ну, вот там, почитайте, прогатыреет, там, говорящая голова, там, это же, эти, когда еще анты жили, ну, люди великаны, то есть это он в то прошлое туда, как проникал, и у него, кстати, есть показатели на проникновение высшей миры, потому что у него та же луна, у него хорошо это ядро в раке, хорошо спиктировано Нептуном, и он, Нептун, в соединении с заходящим узлом раку, то есть кету, то есть он из прошлого, в прошлом наработанное великое у него это качество было проникновение, ну, скажем, интуиция. Вот, поэтому хочу так и остаться на хорошем такой ноте, что Александр Сергеевич Пушкин был такой, как и мы, ну, просто был в секторе писательской деятельности особо одаренным человеком и гениальным. А мотивы, кстати, его идеальности давали, в том числе, и психологические комплексы неполноценности. Так что это еще нельзя сказать, что вот гениальность, она всегда вот, когда окружена вот таким, ну, то, что сподвигает к гениальности. Ну, вот так вот, надеюсь, Александр Сергеевич долг отдал, наверное, какой-то должен кармически ему прославил его, да, тут. Вот так. Понятно. А скажите, вообще, вы же анализируете, какие ситуации и людей, было ли в истории вот что-то похожее, чем можно было бы сравнить Александра Сергеевича Пушкина, какие-то отдельные личности, которые, ну, с похожими характеристиками астрологическими? Ну, лично, вы знаете, это субъективное мое мнение, я, конечно, какие-то личности были, кто-то лучше, кто-то хуже, но мы имеем в виду поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ну, не обязательно поэта, просто какая-то выдающаяся личность с какими-то определенными характеристиками, но пошла, допустим, эта личность по-другому, по другой дороге, в другое направление, к примеру. Чтобы какую-то вот аналогию, скажем так провести. Я, это, почему же, вопрос, это, это момент такой очень, ну, с одной стороны, это неоднозначный такой момент. Дело в том, что если мы будем говорить о реинкарнации, то вот, допустим, через, там, 30 лет после смерти Пушкина появилась бы Александр Дюма. Он появился, собственно говоря, не сразу после этого. А вот если бы появился Александр Дюма, через 30 лет после, то есть в этом же возрасте примерно, как 37 лет, умер Пушкин, вот тогда можно было бы сказать, что это была реинкарнация, и вот душа Пушкина возродилась в теле Александра Дюма. Вот тогда соответствие могло бы быть очень и очень полное. Ну, как бы, можно было, к чему вы клоните. Да. Что, возможно ли, что продолжение миссии Пушкина в последующих воплощениях с другими гениальными личностями? Ну, во-первых, возможно, это раз. А во-вторых, вы знаете, не факт, что человек каждую жизнь будет один и тот же урок отрабатывать. У него был урок, ну, скажем, по третьему дому, там, ось 39, да, вот это, близнецы стрелец, скажем так, ось писательской деятельности и широкой известности. И он ее выполнил. Он выполнил так, что мы до сих пор о нем говорим. Прошло уже, сколько там, 200 лет практически, да, и мы, и о нем, ну, как это ж, кладезь мировой культуры, то есть он свою миссию выполнил. А вот, например, я думаю, что возможно, что, значит, в следующее воплощение, на следующий урок будет другой. Не обязательно опять, скажем, русский язык изучать. Мы же, когда в школу ходим, там, математика есть, физика, химия, может, каким-то великим ученым эта душа могла с этим потенциалом родиться, могла каким-то великим музыкантом быть, который может там два слова связать не может, но при этом иметь какой-то вот фантастический слух и талантливый какой-то писатель. Это тоже может быть, это просто обучение идет, поэтому могу только предполагать. Ну, понятно, естественно, мы знать не можем, можем предполагать. Ну, в истории описывается очень много случаев, когда действительно люди возрождались, возрождались они в другом теле, но аналогию можно провести без сомнения где-то. Ну, сегодня так, навскидку, трудно об этом сказать. Андрей, вы знаете, у нас время уже подходит к концу, у нас буквально через пять минут начинается новая программа, очередная, точнее, программа, мы будем беседовать тоже с Россией, Казани, Россия, Ольга Викторовна, будет очень интересная программа. Дорогие друзья, те, кто нас слушает, вот и остаться с нами, через пять минут мы включимся в эфир и будем беседовать с Ольгой Викторовной. Вот как раз-таки это она, если у вас возможность есть, послушайте, вот она как раз-таки относится к тем людям, которые могут видеть те вещи, которые невидимые для обычного человека, то есть она туда может заходить, и я ей задам, кстати, вопрос, что у нас была программа, вот как она считает, ну, я, трудно сказать, что она анализировала, скажем, творчество Пушкина, но тем не менее, всякое бывает, в самом случае, видя человека, она может сказать, какой человек планеты, вот допустим, да, на каком уровне сознания он находится, это тоже очень интересная вещь, и познавательно, познавательно, я вам хочу сказать. Ну что, тогда, давайте мы с вами сегодня попрощаемся, большое спасибо, замена прошла удачно, на астрологическом поле замена Василины Мичкевича, вынужденная, правда, на Андрея Бухарина, и мы с пользой провели время и узнали очень много интересного, того, чего нам обычно в литературе не пишут, а вот в следующих программах мы будем рассматривать ныне живущих людей, причем очень известных людей, и которые оказывают, можно сказать, судьбоносное влияние могут оказать на события во всем мире, на политические, в том числе, события, вот об этом мы поговорим в следующих наших эфирах, и, возможно, уже в ближайшем эфире. У нас намечено, по-моему, на 16 число, да? 15-е. 15-е? 15-е, 15-е, да. 15-е. Поэтому, дорогие друзья, 15-го июня, то есть уже, так сказать, совсем скоро, мы встречаемся с Андреем Бухариным, но вы смотрите на Facebook, это будет объявление об этой программе, о чем мы будем беседовать, какие вопросы будем рассматривать. Если же вы хотите задать вопросы Андрею, или побеседовать, скажем, с ведущим, и оставить свои замечания, то, пожалуйста, вы можете это сделать на Skype. Значит, подключите контакт Skype, это SunGate, солнечные обороты, на конце буквы SunGate 1.08. Это тройное W, SunGate, Radio.com. Ну, а сейчас мы заканчиваем нашу программу. Большое вам спасибо, Андрей. Ну, так, хорошего остатка вечера, и до новых встреч. До свидания, Майкл, до свидания, уважаемые радиослушатели, SunGate Radio. Да, дорогие друзья, буквально через 5 минут, через несколько минут мы снова будем в эфире и будем вести следующую нашу программу. Всего доброго, Андрей, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok